Центр творчества детей и молодежи Солигорского района стал лучшим учреждением дополнительного образования в Минской области. Здесь занимается более 4 тысяч ребят. Среди них призеры областных, республиканских и даже международных конкурсов. Один день в атмосфере ярких и творческих провела наш корреспондент Дарья Сидун. Тихо в Солигорском центре творчества детей и молодежи бывает разве что ночью. Все остальное время здесь ярко, шумно и весело. В центре занимается более 4 тысяч ребят со всего района. Школьники рисуют, поют, танцуют, занимаются рукоделием. Каждому отделению есть чем гордиться. Я рисую в студии Аквамарин с первого класса, около 7 лет. Очень нравится рисовать гуашью, акрилом. Мы посещаем очень много выставок, пленеров, ездим на разные экскурсии. За время, что я рисую здесь, я очень привыкла к этому коллективу. Я начала новых друзей, я научилась чему-то новому, я начала развиваться в творчестве. Эта студия стала для меня семьей. Мы были вне свежей, в Минске, в мире. Мы сделали очень много зарисовок. И потом у нас родилась такая идея, они сделали нам проект. Назвали мы его «Сторожитные замки Белоруссии». На мой взгляд, проект получился очень удачный. И именно благодаря ему наше объединение, наша студия получила звание «Образцовой». Соседний кабинет встречает экспозиции необычных животных и кукол. За рабочими столами создаются шедевры. В руках девочек обычная ткань превращается в живой образ. Совсем скоро эти работы пополнят импровизированную выставку. Так проходят занятия народной студии «Художественная игрушка». Создать по-настоящему красивую игрушку нелегко. Нужно сделать выкройку, выбрать ткань, собрать все элементы воедино. У ребят это получается отлично. Участвуют в конкурсах, привозят награды. Наверное, самое сложное – это научить самостоятельно работать, чтобы дети могли какие-то этапы выполнять именно самостоятельно и в то же время могли развивать свою фантазию, какое-то творческое начало, что на каждый праздник ребенок может сам сделать подарок и принести домой. Когда я сюда пришла, я не умела делать ни пуговицу вправлять. И я научилась делать красивые игрушки. Развиваются в центре и интеллектуальные направления. Здесь проходят встречи молодежного парламента и обсуждаются важные аспекты жизни солигорщины. А еще занимаются команды «Что, где, когда». У нас человек всего 8 в команде. Мы занимаемся 4 раза в неделю. Мы играем на вопросах прошлых турниров ЧГК. В последний раз мы участвовали на областном турнире ПЧГК, который проходил как раз-таки в этом солигорском тренде. Рамками центра педагоги не ограничиваются. Практически 200 объединений по интересам действуют на базе школ города и района, в том числе и в сельской местности. Занятия проходят прямо в учебных классах. Нередко центр становится площадкой для ярких выставок и мероприятий. Так здесь уже начали готовиться к фестивалю керамической игрушки. Творческая жизнь кипит. Дарья Сидан, Андрей Кульгавы, СТВ.